Тверская область стала площадкой проведения международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». В программу вошли три турнира, два по гольфу и один по шахматам. В соревновании приняло участие 16 команд, в каждой из которых один профессионал и два любителя. Состязания прошли на территории гольф-клуба «Завидова» в Конаковском районе. Подробнее в сюжете нашего корреспондента. В Верхневолжье возобновляется проведение спортивных мероприятий. Одним из первых стал международный фестиваль «Сильные фигуры». Соревнование вызвало большой интерес у гольфистов. По словам организаторов турнира, вместить всех желающих не может даже такой большой гольф-клуб, как «Завидова». Участие в турнире приняли российские команды, а также команды из ближнего и дальнего зарубежья. Составленные из сотрудников зарубежных посольств, профессиональные гольфисты и шахматисты. Мероприятие посетил министр спорта Олег Матыцын, упомянувший о долгожданном возобновлении спортивных событий после ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Мы возвращаемся в привычный ритм жизни. Спортивная жизнь возвращается, социальная жизнь возвращается, культурная жизнь возвращается в привычный ритм. И это, конечно, нас всех радует. Событие, фестиваль международный «Сильная фигура» – еще одно яркое подтверждение, которое объединяет людей разных профессий и разных увлечений. На международном фестивале презентовали новую разновидность гольфа, которая получила название «Керлингольф». Здесь основной задачей спортсмена является не столько попасть в лунку, сколько разместить мяч как можно ближе к ней. Соревнуются две команды, представители которых производят удары разными мячами. При этом можно выбивать мяч чужой команды дальше от лунки своим. «Керлингольф» – это будет каждый совершать по два удара. И почему «Керлингольф»? Потому что если чей-то мячик оказался ближе к лунке, но при этом другая пара, которая бьет, например, за предыдущий, пара, которая била до этого, коснется мяч, в гольфе обычно возвращается на место. А здесь, извините, не получилось. По окончании турниров по гольфу состоялся сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, а также соревнования по шахматам среди гольфистов. Как рассказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская, гольф и шахматы действительно имеют много общего. Надо думать, нужно уметь переигрывать соперника не силой, а смекалкой. Я когда-то сравнивала гольф с шахматами, вот сейчас объединили два этих вида спорта. Это прекрасно. Вы знаете, вот странно. Он либо нравится людям с самого начала, либо нет. Так как я спортсменка в прошлом, он меня привлек именно этими эмоциями, которых мне стало не хватать. После того, как я завершила свою спортивную карьеру в художественной гимнастике. После игры в гольф участники соревнований отметили, что поле для игры в Тверской области соответствует всем международным стандартам. Тверская область – это поле бесподобное, это поле ПДЖИ, это поле международного уровня. Поэтому, конечно, здесь очень интересно, очень сложно. И хорошо, что был формат такой, когда мы могли друг другу помогать, потому что индивидуально играть это поле могут, конечно, только профессионалы. Для нас, любителей, конечно, сложновато, но очень интересно. Отметим, что при проектировании гольф-полей сохраняется и развивается естественный ландшафт и благоустраиваются обширные территории. А еще это актуальный во время пандемии вариант команды игры на свежем воздухе. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...